Стоит напротив. Не поверите, это строение, оно на самом деле построено где-то в 70-е годы. Вот пи-пи-образное. И вы видите, что это такое, да? Там ворота и такая вот, типа гаражей. Смотря на карты 19 века, мы с ужасом практически обнаруживаем точно такое же здание. Мы один в один видим это здание на дореволюционных картах. Что же это такое? Дело в том, что на тот момент это здание называлось каретный сарай или каретный двор. То есть на том самом старом фундаменте реставраторы делают то же самое здание с тем же самым функционалом. Вот мы сейчас стоим в центре чего? В центре конного двора. Абсолютно верно. Не конюшня, конюшня это одно здание, а конный двор. И здесь мы видим с вами два объекта из сохранившихся восьми. Здесь был вообще, этот конный двор был в виде каре, такого четырехугольника. И осталось только два здания. Одно здание, собственно, конюшня. И здание второе. Вы мне скажете, за что же это показывается на дом прищито, да? Ёптину пустой. На самом деле это людские комнаты конного двора. То есть там жили конюхи. Здесь были кони, здесь жили конюхи, а там стояли кареты. В каретном дворе. То есть все было логично. А этой дороге, вот этой дороге, она была, но она была как тростепенная дорога от конного двора на, как называется, на каретный сарай, на каретному сараю. И здесь и главной дороги не было, и быть не могло. Мы с вами живем в 1795 году, когда была перестроена усадьба. Более того, чтобы понять на самом деле, что она реально старая, что это реально классицизм. Здесь у нас идут, перемежаются, перемежаются белый камень и кирпич. Кирпич, белый камень, кладка, 4 ряда кирпича, белая кладка, 4 ряда кирпича и так далее. То есть мы видим, что, более того, у нас из соколя лезет белый камень. Это не реставрационно, ее не реставрировали. То есть на самом деле она аутентичная. И это было не очень понятно до тех пор, пока, собственно, не сбили внешний, для реставрации, как бы, сбили вот эту вот внешнюю штукатурку. И после этого реставрацию так и не сделали. И здесь также мы видим уключены. Уключены, видимо, более, ну, то есть более поздние. Вот эти вот, я не верю в то, что они 1795 года, но они где-то, мне кажется, рубежа 19-20 века. Ну, собственно, повязка для... А на самом деле эта усадьба, она сейчас атрибутируется архитектору Мичурину. Тому, не тому Мичурину, который яблочки, да, выращивал, а Мичурину, которого мы знаем по плану Москвы 1730-го года, так называемый Мичуринский план, да. Вот, собственно, Мичурин, он, более того, человек, который построил в Юго-Западе две усадьбы. Помимо усадьбы Яснева, он еще построил усадьбу... Он еще построил усадьбу Васильевская. То, что сейчас называется Момонова дача на Воробьевых горах, где институт химфизики построить и для Лопухиных усадьбу. А другой усадьбы у Лопухиных в московском ареале обитания просто реально не было. И по факту это единственная усадьба, которая у нее была, это Яснева. Поэтому, собственно, так атрибутируется. То, что мы сейчас видим, это реставрационная, можно сказать, фантазия. Объясню почему. Дело в том, что когда мы видим именно барокко, мы не можем сейчас... У нас вообще барокко реставрировала одна семья, Игнатьев муж, Шитова жена, реставрационной мастерской. И они, собственно, они реставрировали все елизаветинское барокко в Москве. И когда мы сейчас видим елизаветинское барокко, отреставрированное имя, мы не очень понимаем, где реальный Мичурин, а где они воспроизведения реставраторов. Почему? Дело в том, что что было в этой усадьбе. У меня есть была такая книга, написанная в 20-х годах, Гречим, назывался «Венок усадеб». Да, и вот что он описывает, как он описывает эту усадьбу на тот момент, когда он ее видит. Венок – это погребальный венок, потому что он уже не верит в то, что они возродятся. Да, ну то есть он вернее верит в это, но… Ну, с трудом. Да, это середина 20-х. Почти все исчезло из дома, остались пустые стены с ободранными обоями, выцветшими кроме мест, где постоянно висели картины и портреты, выломанные залы, украшенные медальоны, в одной из комнат груды по колено навалены разрозненные, разорванные, загаженные книги. А французские издания начала 18-го, начала 19-го века. В их ценных украшенных гравированными виньетками, розетками, обложках и обертках ветер сквозь выбитые стекла окон разносит изорванные листы по всем комнатам. Снег лежал на них тяжелой скатертью. Мыши, последние обитатели дома, отгрызали углы и корешки. Так бесславно погибала разбитая, расхищенная ясня, пока пожар не унес и этих последних останков. Это середина 20-го века? Середина 20-х годов. У нас век прошел, у нас мало что изменилось, что-то скажем. Но крыша все-таки есть? Нет. У нас после пожара осталось только цокольный, то есть вот до уровня первого этажа, и то полуруинированного. То есть все остальное, а усадьба должна была быть 3-х этажная, реставраторы решили, что она должна быть 2-х этажной, сделали 2 этажа. Они, я объясню, они решили, что мезонин, который был поставлен, он более позднее на пластование. Они решили его не восстанавливать, чтобы барочная усадьба была 2-х этажная. А по факту, когда из мощных фотографий, которые хранятся в ОПЕГИМ, в Щусево, в архитектурном, ну, в музее архитектуры Щусево, на фотографиях как раз видно, что там нет швов. То есть это, видимо, была одновременная постройка, именно идея Мичуринского балкона. Но реставраторы просто это проигнорировали. Более того, проигнорированы, ну, здесь это первое. Второе, никогда не было... Сколько у нас труп, посчитайте? Две, три, четыре, 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 шесть. Шесть, труп шесть. На самом деле, это просто из области ненаучной фантастики, потому что, ну, это не Эрмитаж, что-то шести... Это сделать печь было всегда очень дорого. Обычно делали одну, ну, максимум две печи, и просто все из... Ну, печи, вернее, могло быть больше, их выводили в один домоход внутри дома, они выходили в одну-две трубы. То есть шесть труп, это просто... Более того, внутри сейчас нет печей. Архитектуры. То есть это бутафори, которые, да, которые не... А в каком году реставрировали? Реставрировали в 70-е годы. Более того, здесь единственный вход, который есть вот по лестнице на второй этаж, а усадьба никогда не могла быть единственного входа. Представьте себе, в эту усадьбу принадлежала Екатерина II. Представьте себе, кухарка сбивает с ног Екатерину II, когда бежит подавать первое или второе по этой центральной лестнице. Но это, на самом деле, полная ерунда. Вот за этим флигелем находится ледник. Ледник – это погреб. И, соответственно, когда приводились раскопки, и в этом кухонном леднике, и в этой части дома, в крайней, находили элементы вот этих вот горшков и так далее. То есть видно, что это была кухня. Соответственно, они входили сбоку этого здания. То есть там явно должна была быть дверь. Реставраторы, они полностью это игнорируют. Это функционал. Они делают вот как делают. Ну, поэтому вот... Более того, там вот с этой стороны еще нету, а вот с другой стороны вот из этого вот окна вылезает фонарь. Это тоже там очень живописно. Не знаю, будет ли сейчас видно с той стороны. Что с этой усадьбой? С этой усадьбой дело в том, что здесь находятся реставрационные мастерские. Ресма. Ресма, она здесь сидела на следующих условиях. Вообще, условия, которые были поставлены в 80-е годы. Что как только они закончат реставрацию отсюда, они должны будут отсюда съехать. Вопрос для... Если вы не хотите отсюда съезжать, что надо сделать? Отличная соль. Соответственно, этот дом им не нужен. Более того, они здесь не находятся. Ресма, она занимает вот эти огромные пространства. Это вот эти реставрационные ангары. Дом использовался только один раз в 90-х годах. Внутри него лежали редкие паркеты и так далее. В 90-х годах, когда Ресма была одним из подрядчиков при строевосстановлении Кремлевского дворца в так называемой реставрации Паула Бородина. Помните? Помните. Когда Клинтон пришел, они обозрел, да, и сказал, эти люди просят у нас деньги. Когда там была вот просто... Так вот эти редкие паркеты и так далее, мраморы, которые мы восстанавливали, они лежали вот в основном доме, потому что они уже просто не влезали в реставрационные мастерские. Все остальное время и эта территория, она без... Она вот охраняет, туда никого не пускает, даже вот в прошлом году был скандал, не пускали даже на этот, на субботник, да, и так далее. Но сам факт, что вот... А перспективы какие? Перспективы? А перспективы дальнейшие какие? Дело в том, что у нас... Они должны платить штраф за то, что они не реставрируют. Проблема в том, что все всегда пишут бумаги. И вообще этот объект входит в 276 объектов по всей Москве, которые так называемые спорные между правительством Москвы и, собственно, Росимуществом и МОС-имуществом. Дело в том, что когда Собянину и департаментом культурного наследия и другим говорят, вот вы выделите деньги, вы же отвечаете. Да, они отвечают по факту, но с точки зрения именно выделения денег, они говорят, нет, он мотивирует эту тему. У нас многие здания в Москве не реставрируются. Мы сейчас будем из московского бюджета реставрировать усадьбу, которая нам не принадлежит, а потом она принадлежит еще и Росимуществу. Либо вы передавайте в МОС-имущество, и тогда мы выделим деньги на реставрацию. Ну, то есть, понимаете, да, что это просто два разных кармана. Проблема в том, что они находятся в ГУП, собственно, это в ГУП, который реставрационный. Он в этом году пролонгирован, его работа там и так далее, они реставрированы. Но, когда жители пишут, что мы хотим, чтобы здесь реставрировалось, им ответ пишут, ну, здесь же и есть реставрационные мастерские. Понимаете? То есть, единственный вариант вообще ликвидировать, это, грубо говоря, нет, писать письма о бесхозяйственной деятельности данного объединения, писать не о реставрации, а о бесхозяйственной деятельности, о том, чтобы это, а уж после того, как освободиться, уже писать, а вот неплохо было бы отреставрировано. Понимаете? Потому что сейчас любые, в письме, которое было получено уже самое последнее, там ответ практически, которое вот в этом вот... Это штука была поставлена... Я был маленький, я не припомню, когда она была поставлена. Именно эти же слова были в последнем ответе от... как называется... от... от... от три месяца назад от Риесма, что они собираются здесь делать, культурно-рекреационный центр. У меня эта бумага просто на руках есть.